На прошлой неделе в Сумлянском районе был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки опасного заболевания африканской чумы свиней. О том, какие меры предпринимаются для недопущения эпидемии и останется ли на прилавках Волгодонска свинина, мы поговорим с гостем студии, главным врачом Волгодонской станции по борьбе с болезнями животных Олегом Бакунцом. Олег Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер. На прошлой неделе в Сумлянском районе зарегистрирована вспышка африканской чумы. По последним данным, насколько я знаю, уничтожено уже более 300 голов. Насколько серьезна проблема и как развивается ситуация? Действительно зарегистрирована африканская чума свиней в Сумлянском районе, станица Новоцемлянская. Данное заболевание касается только свиней, оно и называется африканская чума свиней. Существует еще классическая чума свиней, а в данном случае мы имеем дело с африканской чумой свиней, при котором никаких профилактических мероприятий, в смысле иммунизации, не проводятся. И только защитные меры могут предотвратить от возникновения данного заболевания. То, что мы имели в 2009 году в Сумлянском районе, в ЗАО Ленина, эта проблема была колоссальна, когда было уничтожено более 4000 свиней. Сегодня, конечно, там 300, вы сказали, уже и мероприятия еще проводятся. Сейчас проводятся карантинные мероприятия, которые вызваны этим заболеванием. Выставлены блок-посты ветеринарно-полицейские на территории Сумлянского района. Первая угрожаемая зона установлена. Очаг или вторая угрожаемая зона – это границы Сумлянского района. Волгодонск в данный момент не вошел в вторую угрожаемую зону, и поэтому Волгодонску не грозит то, что грозило ранее, когда мы на прилавках нашего города, рынков нашего города не имели свинины, когда ввоз был запрещен. При этом хотелось бы обратиться сегодня к горожанам, которые держат в личных подсобных хозяйствах свиней. А сегодня на территории города имеется около 150 голов свиней. Им не нужно допускать посторонних лиц к себе в лично подсобных хозяйствах, не иметь контакта с теми, кто держит свиней. При возвращении, если где-то были в поездке, заходить на территорию своей свинофермы, условно сказать, где мы содержим свиней, после смены одежды, не скармливать продуктов, которые имеют, может быть, отходы пищевые, мясного содержания, без предварительной термообработки. Затем бороться с грозунами, которые являются переносчиками этого заболевания. Если есть кровососущие насекомые, с ними тоже нужно бороться. Все эти консультации можно получить в ветеринарной службе города. Мы готовы оказать эту помощь людям, чтобы не возникло это заболевание на территории города Волгодонска. Олег Михайлович, ну вот сейчас Вы сказали, что уничтожается поголовье. А не возникли ли такой ситуации, что какие-нибудь ушлые хозяева этих свиней, которые знают, что мясо безопасно для человека, начнут его привозить в город и реализовывать? Ведь все-таки компенсация за поголовье гораздо меньше, чем та выручка, которую можно получить от реализации этого зараженного мяса. Ну, которое вроде бы не опасно для человека, никого же не потравим. Действительно, этот момент или эта проблема существует, потому что люди всегда желают получить какую-то выгоду. Действительно, они занимаются свиноводством ради того, чтобы не просто себя прокормить, а может быть иметь какую-то копейку, условно сказать. Поэтому в данном моменте есть такая вероятность, она существует. И она будет существовать до тех пор, пока будет такой рынок существовать и спрос. А этот спрос обычно существует на стихийных рынках города. Это раз, хотя сейчас с этим мы постоянно боремся, пресекаем всякую торговлю. Но можно приехать к какому-то подъезду, в какой-то подворотне остановиться и просто предлагать дешевое мясо. Поэтому я предупреждаю и говорю всем гражданам, на стихийных рынках, на улицах, у подъезда, нежелательно покупать это мясо, потому что вероятность распространения данного заболевания таким образом, она существует. Особенно в такой период. Еще одна проблема, которая появилась в городе, вот это вот ЧП, произошедшее на улице Ленина, несколько недель назад, да, бешеная собака, как оказалось, впоследствии, и от нее пострадали 4 человека, и пострадало бы больше, возможно, если бы не оказался на месте нарядной ведомственной охраны. Что вы можете сказать по этому случаю? По этому случаю, это, конечно, случай такой неординарный. И вся проблема в том, еще существует, то, что есть безназорные собаки, есть бродячие собаки в городе, это проблема, и ее сегодня город решает, потому что есть контракт с людьми, с предприятием, которое отлавливает этих собак, но эта проблема остается, и очень обидно то, что собака-то оказалась и была домашней, хозяин до сих пор не найден, собака была с ошейником, и в тот момент, когда была вызвана ветеринарная служба, и мы доставили труп для лабораторного исследования в областную ветеринарную лабораторию, после проведения некоторых лабораторных манипуляций, это в районной лаборатории, подтвердилось бешенство, но собака-то была с ошейником, и собака не просто дворовая, и просто безназорная, а она же была ухожена, это было видно по ней, и порода не просто дворня, а среднеазиатская овчарка. Если человек вдруг, не дай бог, оказался покусанным собакой, вот в данной ситуации, в контексте того, что произошло, что нужно делать в первую очередь? В первую очередь, необходимо обратиться в травмпункт, существует медицинская служба, занимается, есть врач-травматолог, рабиолог, который занимается именно с теми, кто покусан животными. Если животное известно, нужно дать непосредственно адрес, где живет эта собака или кошка, и за ней ведется 10-дневное наблюдение. Если возможно, доставить животное в ветеринарную клинику, у нас есть в Виваре, где мы содержим это животное на протяжении 10 дней, и ведем наблюдение. После этого дается заключение состояния здоровья животного, и медики делают выводы, делает ли тот курс лечения, профилактика этому человеку или нет. Большое спасибо, Олег Михайлович, что нашли время прийти к нам в студию.